Не было никаких сомнений, что Камила Валиева выиграет юниорский чемпионат мира. По-другому и не может быть с фигуристками, для которых единственным испытанием на всем турнире становится лишь 20 секунд в начале произвольной программы, где идут четверные прыжки. А есть ли такие помимо нее? А были ли они раньше? Чем больше смотришь прокаты Камилы, тем больше утверждаешься в мысли, что ее секрет прост, но в то же время осмыслить и понять его довольно трудно. Дело в том, что она как будто и не соревнуется вовсе. Она выступает, то есть нет, она, как и все остальные, заметно волнуется перед каждым выходом на лед, порой даже сверх меры и очень хочет выигрывать. Но лично я не знаю тех, кто во время проката Камилы думал бы о том, какие прыжки у нее будут дальше и как она их сделает. Соревнования это немного другое. Соревновались Алина Загитова и Евгения Медведева, Ким Йон А. и Мау Асады, Юлия Лепницкая и Аделина Сотникова. Мы чувствовали нерв, знали, где и как может ошибиться каждая из них. Более того, мы видели эти ошибки. Как и то, сколько усилий требовалось на их исправление. Но теперь постарайтесь заглянуть вглубь себя, на турнирах с участием Валиевой мы ведь на самом деле ждем не борьбы и дележки медалей, мы ждем Камилу Валиеву без привязки к местам на пьедестале. И она дает зрителю именно то, что он хочет получить. Возможно даже не осознавая это. Идея фикс всех фигуристок группы Итери Тутберидзе концентрироваться не на титулах, а на красивых и чистых прокатах нашла свое воплощение в этой, совсем еще юной девушке. И кажется, это действительно работает, хоть и чисто спортивного духа в этой теории не так уж много. Что такое сильный спортсмен? В сущности штамп – стандартизированный набор определенных качеств. Бежит быстрее, бросает дальше, мощнее бьет, видим это и понимаем, с кем имеем дело. Но что если спортсмен не просто силен? Если он другой и с какой-то иной своей категорией? Сравнение Камилы с другими фигуристками бесполезно, по причине банального отсутствия подходящих примеров. Даже Ланы Щербаковой, Алены Костерной и Александры Трусовой можно найти отражение в прошлом. Трусова, к примеру, атлетичностью походит на Ирину Слуцкую, Костерная, вылитая Каролина Костнер по манере катания, а Щербакова подчерпнула удивительный симбиоз женственной пластики и сложнейшего технического контента у Маоасады. Все трое катаются по взрослым лишь один сезон, но уже превосходит всех, кто был до них. Они запустили женское одиночное катание в космос, но мы хотя бы можем проследить, откуда они стартовали. Камила же ни на кого не похожа. Ее движения невероятно плавные, акцентированные, грациозные. В повседневной жизни так не двигаются, сопоставимого эффекта удается достичь разве что под водой. Она словно гладит воздух, как будто бы он материален, но в то же время берет высочайший темп и держит его до самого последнего музыкального аккорда. Сочетание мягкости и скорости – самый настоящий оксюморон, но мы сталкиваемся с ним всякий раз, когда она выходит на лед. Набор ее сильных сторон парадоксален, потому что до нее мало кому удавалось в равной мере овладеть всем, что только есть в фигурном катании. Кто-то считает, что это в принципе невозможно, не хватит либо времени на то, чтобы отрабатывать все элементы, либо таланта. Валиева же на собственном примере доказывает, что все реально. Бесподобные вращения, качественное скольжение и презентация программ на грани совершенства – все это мы так или иначе видели раньше, но только по отдельности. И, конечно же, четверные прыжки. Молодое поколение активно подхватывает тренд, заданный Трусовой и Щербаковой, и Валиевой исключением из правил не стало. Пока что в ее арсенале лишь два четверных тулупа, наименее ценных по классификации четверных, в то время как у Трусовой в ее возрасте уже были тулуп и более дорогой Сальхов. И все же уметь прыгать четверные в 13 лет – это уже само по себе нечто. А если четверные прыжки для столь юной леди являются единственным настоящим испытанием в произвольной программе, да и потом, уже по окончании юниорского чемпионата мира она заявила, что будет учить более сложные элементы. В группе Тутберидзе попросту, нет обычных девушек и юношей. Все они исключительные, невероятно одаренные. Некоторые из них становятся великими, как Загитова и Медведева. Трусова, Костерна и Щербакова уже несутся к этому титулу на всех парах. Валиева взяла все самое лучшее от всех и объединила в нечто, чему пока что просто не находится достойного наименования. Неизвестной природы уникальность таланта Валиевой буквально заставляет говорить о нем. Как и о том, что если не вмешаются сторонние факторы, она должна выйти на взрослый уровень, как раз перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине. Поддержите канал, подпишитесь, ведь здесь самые свежие новости фигурного катания.